Всем привет друзья, с вами Дедушка. Настало время протестировать работу iOS 15.1 на iPhone SE. Эта система принесла несколько нововведений, которые в основном касаются новых моделей айфонов. А для iPhone SE эта система в первую очередь могла оптимизировать работу и конечно же исправить те баги, которые появились еще в первой версии iOS 15. Так давайте все эти моменты и проверим и заодно протестируем производительность и батарейку нашего айфона SE. Даже на iPhone SE завезли функцию SharePlay. Напомню, эта функция позволяет использовать как трансляцию экрана прямо при разговоре по FaceTime, используя вот эту вот функцию, которая появилась в панели управления разговором. FaceTime называется на общий экран и также если перейти, например, в музыку, здесь при входе в музыку мы видим уведомление, которое говорит о том, что можно использовать SharePlay. И, например, включая какой-либо трек, мы автоматически можем начать им делиться по SharePlay. Здесь появляется надпись воспроизвести по SharePlay и песня будет также транслироваться нашему собеседнику. Точно так же работает при входе в приложение Apple TV. Здесь, как обычно, всплывает уведомление о возможности трансляции, а при выборе сериала, фильма появляется надпись. Хотим мы транслировать фильм или сериал или же нет? Например, я начинаю трансляцию и можем также заменить текущую активность. Например, до этого у нас воспроизводилась музыка и транслировалась нашему собеседнику, а теперь будет транслироваться сериал. Автоматически все начинает воспроизведение и транслируется в одинаковом промежутке времени, в том плане, что, например, с 40 минуты можем начать трансляцию. С точно того же момента, где смотрим и мы. Работает, на удивление, все и на iPhone SE. Для ее включения необходимо перейти в настройки, FaceTime и здесь появляется отдельная надпись SharePlay. Можно ее включить, либо выключить. Самое забавное, с чем столкнулись многие пользователи, обновившись на iOS 15, это нестабильное отображение используемого места в хранилище айфона. Так, например, в первой же строке изначально может быть написано одно используемое место, а потом, когда мы заходим в хранилище айфона заново, можем увидеть абсолютно другую информацию. Надеюсь, все-таки в релизе iOS 15.1 это исправили, но эту проблему обязательно проверьте на своем айфоне. Также, когда мы листаем вниз страницы, здесь мы видим iOS и системные данные. В зависимости от того, когда вы зашли в хранилище айфона, здесь также могут отображаться разные данные. Пожалуйста, проверьте проблему эту на вашем айфоне. Следующая проблема может быть особенно актуальна для айфона SE. Все дело в том, что айфон SE, конечно, не самый мощный телефон из линейки айфонов, и, например, работоспособность приложения YouTube в последнее время на многих айфонах хромает. В том числе, особенно на айфоне SE. В чем заключается проблема? Например, мы открываем какое-то видео, и это видео автоматически не воспроизводится. Все потому, что почему-то не откликается сенсор на нажатие. Точно так же происходит и при, например, открытии комментариев. Комментарии могут не открываться. Что еще интересно, при переворачивании телефона в горизонтальную ориентацию, может возникнуть проблема, что, опять же, сенсор не будет откликаться на нажатие. Однако в последнее время и с релизом iOS 15.1 с этой проблемой вроде бы как разобрались. Все-таки компания Google не стоит на месте и пытается решить все эти проблемы. Но вы знаете, обновление на последнюю и актуальную версию iOS, это не всегда панацея и решение всех проблем. Все дело в том, что вот, например, даже сейчас я обновился на релизную версию iOS 15.1, и при добавлении нового виджета, как бы я не тянул, но вниз панель со всеми виджетами не хочет листаться. Как видите, работает все даже на релизной версии iOS 15.1 еще не совсем корректно. И в этом вся компания Apple. Для новых айфонов все по максимуму как могут допиливают, а на старые айфоны, честно говоря, наплевать. И видите, сами работает все не совсем адекватно. С другой стороны, многие из вас уже наверняка задумывались, на какой айфон можно было бы перейти с айфона SE. Ведь уже давно вышло абсолютно новое поколение айфонов. Давайте посмотрим на e-каталоге, что можно выбрать взамен. В поиске пишем «айфон». Нам показывают все возможные варианты. В фильтре можем настроить то, какой айфон мы бы хотели получить. Так, например, я выбираю айфон 11, айфон 12 и айфон 13. Также тут сразу можно выбрать объем памяти, который нас интересует. Таким образом, мы выбираем между тремя топовыми айфонами. Сразу можем их сравнить между собой, чтобы понять, какой из них нам подойдет лучше. Так, например, в айфоне 13 мы видим абсолютно новое поколение процессора. Да, по характеристикам у айфона 11 аккумулятор больше емкости. Но благодаря новому процессору, айфон 13 сможет держать заряд даже больше, чем айфон 11. А еще, что мне очень нравится в айфоне 13, то это его габариты. Что особенно актуально для владельцев айфонов SE, которые привыкли к легкому и тонкому телефону. Поэтому айфон 13, на мой взгляд, будет просто идеальным выбором. В случае, если вы приобретаете телефон надолго. И к тому же, хотите получить максимальный запас по производительности и батареи на долгие годы. Тут же сразу можно выбрать цвет и отсортировать по цене, чтобы подобрать то, что больше понравится вам. Е-каталог теперь работает и в Казахстане. А все ссылки сможете найти в описании. После обновления на такую серьезную версию iOS, как iOS 15.1, обязательно необходимо заново протестировать показатели в наших стандартных тестах. Таких как скорость включения телефона и скорость запуска набора приложений. Итак, напоминаю вам, на iOS 15 iPhone SE в среднем включался за 19 секунд. На iOS 14.8 за 16 секунд. На iOS 13.7 за 14 секунд. В зависимости от того, какая версия iOS у нас установлена, с каждым новым обновлением телефон в среднем включается все дольше и дольше. Итак, например, на iOS 15.1 iPhone SE включается по-прежнему за те же самые 19 секунд. Здесь никаких изменений не произошло по сравнению с iOS 15. А по сравнению с предыдущими версиями, изменения, грубо говоря, конечно, серьезные. Проверяем, как себя покажет iPhone SE в тесте на скорость запуска набора приложений. Все наши стандартные приложения сейчас запускаем по очереди на iOS 15.1 релизной версии. И, конечно же, сравним эти показатели с теми, которые получались на iOS 15, iOS 14 и iOS 13. Напомню, что на iOS 15 iPhone SE с этим тестом справлялся в среднем за 1 минуту и 34 секунды. На удивление, точно такой же показатель был и на iOS 14.8. А на iOS 13.7 с тем же набором приложений телефон справлялся за 1 минуту и 19 секунд. Сейчас мы видим, что iPhone SE как-то не особо быстро запускает все приложения. Хотя, мне казалось, что он должен был справляться с этим куда быстрее. Напомню, что до запуска этого теста все приложения были полностью выгружены из многозадачности. 1 минута, грубо говоря, уже на нашем секундомере мы запускаем предпоследнее приложение. Сейчас мы уже скоро закончим этот тест. А я вижу, что iPhone SE как-то тяжело запускает все приложения. Даже и легкие приложения ему даются с трудом. И в целом телефон, мне кажется, что стал работать немного подольше. Но вроде бы как в показатель по тесту мы вписываемся. И у нас получается, грубо говоря, наверняка 1 минута и 40 секунд. Сейчас мы уже увидим этот результат и сможем понять, стал iPhone SE работать дольше в этом тесте и по факту производительность его стала хуже или же все-таки нет. 1 минута и 45 секунд. 1 минута 45 секунд получилось на iOS 15.1. В целом телефон, грубо говоря, с тестом запуска набора приложений справился на 10 секунд дольше. Что, несомненно, меня не очень сильно радует, ведь телефон должен работать быстрее. Все-таки iOS 15.1 первая хорошо оптимизированная версия iOS 15. Но, как видите, все-таки результат не такой хороший, какой он был. После обновления на iOS 15, iPhone SE также получил обновленную версию Antutu. И его показатели в этом тесте стали набирать чуть ли не 200 тысяч баллов. Посмотрим, какой показатель получится на iPhone SE на iOS 15.1. И заодно, конечно же, укажите в комментариях, какой в среднем показатель получается на вашем iPhone SE. Стал он после обновления на iOS 15 меньше или наоборот больше? И вот ситуация получается забавная. Вроде бы iPhone SE получил iOS 15.1, получил все новые функции этой системы. Но, с другой стороны, работать по факту он стал хуже. Даже показатель в Antutu тесте получился хуже, чем он был на iOS 15 релизной версии. Примерно на 20 тысяч баллов. При этом за все время тестирования, а это около полтора часа, мы видим, что iPhone SE разрядился уже на 85%. Так давайте же проведем наш стандартный тест на батарею. Телефон уже заряжен до 100%, а параметры теста следующие. Яркость установлена на максимум, громкость на половину. Используем Wi-Fi, Bluetooth и AirDrop. Качество видео на YouTube максимальное. Начинаем тест и посмотрим, сколько времени iPhone SE сможет проработать при воспроизведении видео на YouTube. Так, например, за первый час тестирования iPhone SE разрядился на 41%. Осталось 59%. На втором часу потеряли еще 13% заряда, остаток составил 46%. К третьему часу осталось 27%. Большая часть заряда уже ушла. Всего потеряли 73%. На четвертом часу тестирования заряд iPhone составил 1%. И как вы понимаете, на этом все и закончилось. iPhone простоял еще пару секунд, после чего благополучно вырубился. Общее время работы получилось ровно 4 часа. Что лучше, чем на iOS 15. Рекомендую вам посмотреть, как я тестировал батарею iPhone SE на iOS 15.1 в разных приложениях. И что у меня получилось. Видео в подсказке сверху. По моим впечатлениям, iOS 15.1 для iPhone SE оказалась не так хороша, как я этого ожидал. И вы знаете, наверняка стоит попробовать протестировать работу этой системы спустя неделю. Конечно же, если вам будет это интересно. Пока ожидается то, что работа устройства станет немного хуже, чем это было на iOS 15 релизной версии. Если же вам просто понравились вот эти обои, которые сегодня установлены на экране моего iPhone SE, вы, как всегда, сможете найти их в моем телеграм-канале. По первой ссылке в описании или закрепленном комментарии. Переходите и скачивайте абсолютно любые обои, которые здесь представлены. Также здесь я выкладываю огромное количество новостей, касающихся мира Apple, которые вы также сможете изучить. И, конечно же, здесь есть наш чат, в который вы сможете перейти и задать свой любой вопрос, который у вас имеется. На этом у меня все. Не забывайте подписываться на канал и, конечно же, ставить лайк на это видео. Надеюсь, оно вам понравилось. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok